Спасибо организаторам очередных Петровских чтений. Действительно, очень приятно, что эта традиция наблюдается в течение уже многих лет. Скоро, наверное, уже десятилетия будут. Но я не помню, на моей памяти не было сообщений, посвященных основным неинфекционным заболеваниям и их связи с онкологическими процессами. Вот на этом хотелось бы остановиться, обратить ваше внимание. Но хочу сказать, что опухоли гормонозависимых тканей, прежде всего рак тела матки, эндометрия, молочные предстательные железы и некоторые другие, они составляют немалую долю всех новообразований и нередко обсуждаются с позицией взаимоотношений с иными основными неинфекционными заболеваниями. Внимание привлекают и факторы риска основных неинфекционных заболеваний, в том числе гормонально-метаболической природы. Нередко высказывается идея об определенном сходстве этих факторов, применительно к основным неинфекционным заболеваниям, как онкологического, так и неонкологического характера. И эта идея поддерживается немалым числом исследователей. Здесь, в частности, можно обратить внимание на объединенное заявление трех очень известных обществ, Американского противоракового общества, Американской диабетической ассоциации и Американской ассоциации по изучению сердечно-сосудистых заболеваний. И с того момента, как это вышло, объединенное заявление, прошло уже более 15 лет. Акцент там делался на общих факторах риска для злокачественных на образовании сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, и на использовании достаточно близких подходов к их предупреждению. Такая позиция, однако, не всегда подтверждается на практике. Мы посвятили этому немалую часть книги, которая называлась «Рак гормонозависимых тканей в системе основных неинфекционных заболеваний человека», а также специальную статью. Сейчас постараюсь достаточно сжато рассказать, на основании чего пришли к тому выводу, что это не всегда подтверждается на практике. Но Всемирная организация здравоохранения выделяет пять главных типов основных неинфекционных заболеваний. Это рак, кардиоваскулярный, цереброваскулярный, хронический, респираторный, например, хроническая обтурационная болезнь лёгких и сахарный диабет. Мы ограничимся здесь в основном сравнением опухолей гормонозависимых тканей и кардиоваскулярных болезней и сконцентрируемся на их роли в их происхождении ряда факторов риска метаболической природы. Задача состоит в том, чтобы на нескольких примерах показать, что идея об общих факторах риска при всей своей важности не всегда справедлива. Ну, я приведу три примера, которые, на мой взгляд, достаточно характерным образом характеризуют вот именно такую постановку вопроса. Первый пример – это вес новорожденных. Ну, достаточно хороша известная идея о так называемом фитальном программировании. Она сводится к тому, что когда ребёнок рождается, то уже в тот момент, когда он ещё только развивается в утробе матери, среда окружающей его играет важную роль в определении риска его заболеваемости. Однако здесь мы поведём речь о другом, а именно вес плода при рождении рассматривается как фактор, определяющий в определённой степени будущий спектр заболеваемости не столько новорожденного, сколько его матери. Этот вопрос сначала анализировался применительно к злокачественным образованиям и обращалось внимание на роль макросомии новорожденных, то есть большого веса плода. Потом стали смотреть сведения в отношении кардиоваскулярных заболеваний и при этом обнаружили противоположную направленность своего рода дихотомии. Ну вот здесь на картинке показано, каким образом, что вот если плоды крупные, то наклонность есть к развитию рака гормонозависимых тканей. Если же речь идёт об ишемической болезни сердца, то у крупных плодов, потом у их матерей, вернее, уменьшается частота ишемической болезни сердца, гипертонии и инсульта. Риск материнской заболеваемости, по средним данным, как раз вот и повышается заметно у матерей, родивших срок потомства с большой массой при рождении, в частности, более 4000 грамм. И, как я сейчас сказал, напротив, риск сердечно-сосудистых заболеваний у матерей выше в том случае, если они рожали детей со сниженной массой тела. Это подтверждается и некоторыми другими статьями. Причём отмечается, что, несмотря на то, что сердечно-сосудистая патология нередко возникает, как и опухоли гормонозависимых тканей, примерно в одном возрасте, как полагают и как полагают на сходном гормонально-метаболическом фоне, включая нарушение углеводного обмена, ожирения и доли насыщенных жиров, тем не менее, в итоге могут получаться различные по направленности изменения в отношении заболеваемости теми основными неинфекционными заболеваниями, которые я назвал, а именно, с одной стороны, онкологические заболевания, с другой стороны, сердечно-сосудистые, как пример. И речь идёт уже в данном случае не о плодах, а о материалах. Вопрос возникает, о чем, собственно, определяются различия в материнской заболеваемости онкологического и неонкологического профиля. Надо сказать, что сходство вот этого гормонально-метаболического фона, о котором часто говорится, в принципе, достаточно справедливо, тем не менее, не во всех случаях соответствует предполагаемому. Так, например, признаки атеросклероза, на основе которых может развиваться кардиоваскулярная патология, далеко не всегда сопутствуют возникновению злокачественных наобразований гормонозависимых тканей и даже демонстрируют с ними инверсную связь. Это было показано 20 лет тому назад, это было показано и 5 лет тому назад, и это видно вот на этом слайде, здесь речь идет о причинах летального исхода. В левой части слайда, если у людей был атеросклероз, выясняется, что у них частота летальных исходов, связанных с онкологическими заболеваниями, ну, составляет, как вот здесь показано, 15%. С другой стороны, если речь идет о пациентах без признаков атеросклероза, то у них частота летального исхода, связанного со злокачественными новообразованиями, составляет 25%. Причем это достоверная разница, это выше. Значит, получается, что здесь имеется несомненная противоположность, когда мы привлекаем дополнительные факторы, но в частности, скажем, сочетание с атеросклерозом. Далее имеется нередко в виду вероятность конкуренции или соревнования, если можно так сказать, между отдельными основными неинфекционными заболеваниями. Причем эта общая причина различий в заболеваемости матерей может реализоваться по-разному при соединении такого заболевания, как сахарный диабет. Это вот показано в той литературе, которая здесь представлена. И еще важным фактором является и экзогенный такой, как курение. Потому что если мы говорим о риске сахарного диабета, который здесь играет важную роль, то если во время беременности оба родителя курили, то риск сахарного диабета существенно повышается, в то время как если оба родителя не курили, он значительно более низкий. То есть могут быть разные факторы, которые на исходные выводы могут влиять. Теперь пример номер два. Первый пример у нас был связан, вы слыхали, в частности, значит, с сахарным диабетом. Теперь рост тела в взрослом возрасте. То есть на этот фактор обычно редко обращают внимание. А между тем, сначала это было, может быть, около 15 лет тому назад. И вот в недавно выполненном анализе, основанном на большом по объему материале, было показано, что чем выше рост у взрослых мужчин и женщин, тем больше смертность от злокачественных наобразований и меньше от ишемической болезни сердца и инсульта. То есть оказывается, что вариации роста могут, вот в том возрасте у взрослых мужчин, ну скажем, 30-40 лет, вариации роста оказывают разнонаправленное влияние на связь с основными хроническими заболеваниями у взрослых людей. И это происходит на фоне того, что с 10 по 60 год, то есть за полвека, с одной стороны, произошло увеличение роста, ну скажем, в Европе, у мужчин в среднем на 5 сантиметров, а у женщин на 3 сантиметра. И это могло повлиять соответствующим образом. И в то же время оказывается, что как у мужчин, так и у женщин по мере увеличения роста риск ишемической болезни и инсульта смещается в одну сторону, вот как в правом части слайда показано, ишемическая болезнь, инсульт снижается, то есть идёт вниз, а злокачественных опухолей идёт наверх. При этом люди с более высоким ростом реже демонстрируют признаки инсулинорезистентности. Это кажется странным, но так и получается. Тем не менее, и, например, напротив, невысокий рост у 30-летних мужчин сопровождается повышением риска впервые выявлено сахарного диабета, чему способствует наличие случаев диабета в семье. Вот это видно, в частности, до того, как я перейду к семейному диабету, что частота диабета растёт, если возраст у взрослых людей ниже, а с другой стороны, если рост выше, то как раз частота диабета уменьшается. И вот пример семейного диабета. Обычный, если можно так выразиться, то есть практически не имеющий генетической подкладки семейный диабет, то есть фактически речь идёт о случаях диабета в семье, повышает риск не только сахарного диабета, но и при диабете, гестационного диабета и ожирения. И, в принципе, семейный диабет, поскольку он повышает риск сахарного диабета второго типа, мог бы повышать и частоту распространения онкологических заболеваний. Но на практике, как выяснилось по некоторым наблюдениям, которые всё чаще и чаще воспроизводятся, напротив, нередко наблюдается тенденция к снижению частоты онкопатологии у больных, имеющих семейную форму диабета, то есть имеющих в случае диабета у близких родственников. Тут нужно сослаться на работы профессора Хеминьки, который имеет финско-шведское происхождение и много лет работает в Германии. У него появилась работа в 2010 году, из которой следовало, что если они оценивали большую группу больных, госпитализированных по поводу сахарного диабета второго типа, это исследование у них охватило половину всех больных с сахарным диабетом в Швеции и показало у них повышение риска развития более 20 локализаций злокачественных наобразований, чего можно было ожидать, и в этом не было, по известным данным, ничего неожиданно. В то же время при семейном диабете риск развития целого ряда злокачественных наобразований по данным группы Хеминьки был снижен. Вот на этом слайде, он немножко имеет много цифр, но правую часть, если вы посмотрите, наверху написано «все случаи», и справа написано «семейные случаи». Вот при семейных, при случаях семейного диабета частота рака поджелудочной железы, рака предстательной железы и меланобластомы ниже, чем у тех, у которых нет случаев сахарного диабета в семье. При этом авторы, возглавляемые профессором Хеминки, не приводили каких-либо причин феномена этого и отмечали, что эти причины нуждаются в изучении. Надо сказать, что по нашим данным отмечается быстро меняющаяся частота семейного диабета. Вот за три года, с 2011 года до 2014 год, частота семейного диабета онкологических больных, у которых есть сахарный диабет, и у них наблюдается семейный диабет реже. А у тех, у которых больных без онкопатологии, семейный диабет наблюдается чаще. То есть получается, что здесь есть связь с семейным диабетом и с риском развития онкологических заболеваний и их сочетания с сахарным диабетом. При этом за прошедшее время никакой разницы по этим данным в частоте семейного диабета между больными диабетом с онкопатологией и без неё не отмечалось. Семейный диабет, когда говорится, что он связан со снижением риска онкологических заболеваний, это было показано и отечественными данными. Вот Евгений Наумович отошёл, по-моему, доктор Кашельцев выполнял диссертацию под его руководством. Отмечается, что чем больше родственников с сахарным диабетом, ну, родственники близкого родства имеется в виду, тем ниже риск развития рака предстательной железы. Вот. И пытаясь ответить на вопрос, с чем связана тенденция к меньшей частоте онкопатологии у диабетиков со случаями сахарного диабета у ближайших родственников, мы выдвинули гипотезу так называемую метаболической защитной адаптации, или ГИМЗа, которая сводится к тому, что при переходе от предыдущей, или, может, мы можем её назвать, тренированной популяции, то есть, в частности, это могут быть болеющие диабетом родители, к более молодой генерации больных с сахарным диабетом, потомкам. Часть последних на основе эндокринных, клеточных и других механизмов приобретают характеристики, которые помогают преодолевать ассоциированный с сахарным диабетом генотоксический стресс и снижают тем самым риск развития сахарного диабета. То есть, одно из наших объяснений, описываемых в гипотезе метаболической защитной адаптации, сводится к тому, что вот эта тренировка при переходе от одного поколения к другому, ну, тренировка в кавычках, конечно, адаптация, можно назвать, и так далее, она позволяет преодолевать свойственный сахарному диабету генотоксический стресс и тем самым способствует снижению риска злокачественных наобразований у больных, у которых есть родственники в семье, страдающие сахарным диабетом. Если говорить о дополнительных трактовках, то можно сослаться на потенциальную роль варианта используемых антидиабетических препаратов. В частности, оказалось, что те больные, которые принимают метформин, пользуются в своем лечении антидиабетический бегуанит метформин, у них вот реже наблюдается закономерность, связанная с снижением частоты онкологических заболеваний, с изменением частоты онкологических заболеваний при наличии семейного диабета. Резервом остается, видимо, также и сравнительная генетика отдельных ОНЗ. Мы привыкли слышать, что применительно к онкологии есть такое понятие, как драйверные мутации. А в отношении других онкологических заболеваний, в частности, основных неинфекционных заболеваний, в частности, кардиоваскулярных и цереброваскулярных, оказывается, что там поиск драйверных мутаций оказывается достаточно затруднителен, хотя такие попытки делаются, их называют еще ядерными генами, но трудно выявить такие, которым гены и их мутации, может быть, которым бы отдавался приоритет в том, что именно с ними связано развитие широко распространенных заболеваний типа кардиоваскулярных и цереброваскулярных, хотя при этом отмечаются гены, ассоциированные с липидным обменом, состоянием жировой ткани, иммунитетом и так далее. И, может быть, это связано, но, может быть, это не самые прямые факторы генетического характера, которые могут приводить к развитию этих заболеваний. Соответственно, описано немало других генов, не претендующих на роль драйверных, и, очевидно, тут есть основания продолжать изучение этих генетических факторов. Но бывают и иные факторы, в частности, зависящие от пола и возраста. Где-то около 15 лет назад, к 2020 году, предсказывалось, что в женской популяции произойдет повышение злокачественных наобразований и связанной с ними смертности, и снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Что, может быть, связано с издержениями терапии, подтвердилось на практике, и что нельзя не учитывать. С другой стороны, говоря о старении популяции, вот на этом слайде видно, что с переходом возраста, скажем, от 45-50 лет к 85 нарастает частота смертности от всех причин, от сердечно-сосудистых заболеваний на втором месте, и затем идут злокачественные наобразования, при которых меньший прирост заболеваемости и смертности с возрастом. С другой стороны, говоря о старении популяции, не следует при сравнении ассоциированной с возрастом динамики кардиоваскулярных болезней и злокачественных наобразований проходить мимо роли гормонального фона, в частности, эстрогенной насыщенности, на что на примере, скажем, рака молочной железы указывает так называемый загиб клеменсена. Когда женщина достигает возраста менопаузы, у неё прибавка заболеваемости раком молочной железы снижается, и это объясняется часто снижением влияния эстрогенного фактора, который, напротив, его снижение может способствовать сердечно-сосудистой заболеваемости. Заключая, могу сказать, что ранее, вот в книге, которую я упоминал, «Рак гормонозависимых тканей в системе основных неинфекционных заболеваний человека» отмечалось, что хотя заболеваемость основными неинфекционными заболеваниями в абсолютном выражении, как достаточно хорошо известно, растёт с возрастом, этот рост, скорее всего, далеко не во всех случаях бесконечен и далеко не всегда параллелен, если иметь в виду индивидуальный, то есть одних и тех же людей, анализ сочетаний отдельных заболеваний и их связи с факторами риска. В совокупности это дополнительно оправдывает предположение о диссоциации или мы это называем дихотомией или расщеплением отдельных основных неинфекционных заболеваний, имея в виду, в частности, онкологическую и неонкологическую патологию, по их ответу на влияние одних и тех же гормонально-метаболических факторов. Причём это нуждается, конечно, в дальнейшем анализе и не исключено на основе генетики и фармакогенетики, о чём я кратко говорил, и несмотря на не совсем ординарную расстановку накапливающихся фактов. Хочу поблагодарить грант Российского фонда фундаментальных исследований и большую группу коллекса исполнителей, проводив исследования в области семейного диабета и типирования рака эндометрия, при котором, то есть при раке эндометрия, теперь говорится не о двух типах его, как говорилось, в течение многих лет, а говорится как минимум о четырёх молекулярно-биологических типах. И вот показано, я просто не имею сейчас времени это показать, что при различных типах рака теломатки молекулярно-биологических наблюдается и различная частота семейного диабета. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...